Добрый день, дорогие мои друзья! Рада вас приветствовать на канале Марина Бьюти. Меня зовут Марина и сегодня у меня снова небольшая распаковка моего заказа. Мы с вами посмотрим, что же я заказала. Такой у меня даже пакетик. Посмотрите, отхватила. Думала, нет пакетиков и мне достался. Не так часто они бывают. Такой вот пакет я себе взяла. Очень даже приятно. Почему так часто бывают заказы? Потому что есть магазины, центры обслуживания клиентов. И я была на днях в крупном цоке в Москве. Сделала покупку. И вот сейчас с вами поделюсь. Долго не тянуть. Что, знаете, еще удобно, что период длится месяц. В течение этого периода можно сделать несколько заказов, несколько покупок. Потому что возвращается кэшбэк. На этот кэшбэк снова можно списать и сделать заказ. Очень удобно. Мне нравится. Это у меня уже, не знаю, по счету, наверное, четвертый заказ. Потому что что-то заканчивается постоянно. Что-то постоянно нужно. Итак, давайте пойдем. Купила первое. Вообще, зачем я ехала? Это вот за такими зубными пастами. Зубные пасты. Здесь паста с прополисом. Эфирное масло пихты способствует снятию воспаления десен. 100% натуральный клеточный сок пихты. Повышает местный иммунитет. Укрепляет, тонизирует десны. Экстракт коры дуба снижает кровоточивость десен. Паста из хвои способствует укреплению десен. Освежает дыхание. Эффективная профилактика кариеса. Знаете, такой аромат хвойный, пихтовый. Такой немножечко даже прополис. У меня была такая паста, немножко другая. Она тоже с прополисом. Она хорошо освежает рот. Вот так выглядит паста. На нее просто на этой неделе акция, когда берешь 2, там 25% скидка в итоге получается. Ну, кратно 2, в общем. Одна получается дешевле, поэтому у меня просто паста заканчивается. И в запасе нет. Это я такая, знаете, белочка, что мне спокойнее, когда у меня есть в запасе. Вообще мыло, чтобы у меня еще лежало. У меня сейчас есть мыло, например, чтобы у меня еще было в запасе. У меня есть зубная паста на использование. Нужно, чтобы еще была зубная паста. Есть гель для душа, стоит в ванне. Чтобы в запасе было. Потому что, а вдруг у меня нет ничего? Как же так? То есть не то, чтобы полная полка, но чтобы вот 2 пасточки у меня лежало, например. Потому что нас много. И может закончиться все в такой момент, что ах и нет. А бежать в магазин, покупать, ну как-то я не особо доверяю, не знаю, что там продается, поэтому покупаю здесь. Следующее, что я взяла, а вот смотрите, кстати, я вам сейчас покажу, я вам не показала, сейчас достану пасту, как она выглядит. Вот, я одну распечатала, они, кстати, запечатаны здесь, вот это у меня уже распечатано, здесь я вам сейчас достану, покажу, запечатаны. Вот видите, вот такой вот язычок есть. Здесь я уже распечатала, потому что попользовалась, почистила зубки. Так, я хочу немножечко выдавить, вот такой вот цвет, немножечко какой-то он бежево-сероватый. Пахнет, вот пахнет именно хвоей, свежесть, сразу такая свежесть, немножко терпкий вкус, непривычно. Я привыкла к пастам сладковатым, немножечко, может быть, освежающим, ментоловым и так далее. А здесь прям вот, знаете, хвоя, прополис, что-то такое. И когда почистишь зубы, сразу ощущаете такое, что потрогаешь, чистые, чистые, гладкие такие. Ну и, конечно, такая терпкость, горковатость чувствуется. Непривычно, непривычно, но мне понравилось. Мне понравилось, что это прям натурально. Здесь, видите, даже написано, что 98,3 ингредиентов натурального происхождения для микрофлора полустирта. Потом из этой же серии, видите, такая же серия, корен NG, RG. И из этой же серии я взяла еще одни мармеладки. У меня уже есть такие распечатанные стоят. Это мармеладка с прополисом, жевательный мармелад с прополисом. Терпко, вкусно, полезно. Натуральный прополис защищает полустирта от развития вредных бактерий, снимает воспаление, ускоряет восстановление слизистой. Здесь мед натуральный, экстракт прополиса. Именно мармеладки такие. И они, знаете, они опять-таки, они не для того, чтобы получить сладенько, вкусненько к чайку. Нет, они именно как защита, как профилактика. Мы этот мармелад, знаете, чувствуем, что немножко так горло заболевает. Съели. Надо ехать, например, в город, в метро, вот это все скопление людей. Съела я перед поездкой, потом пришла, прополоскала все, съела еще мармеладку для того, чтобы дезинфицировать полустирта. Это не то, чтобы прям вкусненько, нет. Она немножко с горчинкой, прополис такой прям яркий-яркий, прополис, прополис со вкус. Очень непривычно. Дала детям, говорят, ой, как-то это все так горьковато, прополис, да. Вы знаете, я помню, у нас был прополис давали мне, мои хорошие знакомые, которые занимаются медом, давно еще давали мне вот такие вот шарики прополис, скатывали. Для того, чтобы, когда болит горло, отщипываешь, и вот эту вот частичку гоняешь, гоняешь, в арту рассасываешь. Хорошо для дезинфекции, для вот это вот убрать боль в горле. Вот здесь такой же вкус прям. Знаете, я через пакетик чувствую запах прополиса. То есть это вот такие вот, взяла, что были, потому что есть уже открытую упаковку, в августе покупала. И купила сейчас еще, потому что начинается такой период. Я даже сыну как-то с собой в школу давала, взяла в пакетик, я говорю, вот смотри, тут всего, по-моему, 3 мармеладки в день можно съедать. Да, по 3 мармеладки в день взрослым. Потому что они такие, да, это все-таки, немножко такая лечебная процедура, ну, прополис, мед, должно быть, чтобы не передоз. Я так думаю, мне так кажется. Именно поэтому давала ему в школу, я говорю, вот, допустим, с утра, да, он съел, я говорю, если чувствуешь, там что-то начинается, говорю, вот еще съешь, для того, чтобы, ну, потому что сейчас вот эти вот вирусы, чтобы с собой было всегда. Так, затем, что я еще взяла, кстати, тоже как раз для профилактики, или потом, вернее, когда заболевание, ПАМ-900. У меня есть семерочка, и этот 900, и он противовирусный. Здесь всегда большой состав, но вообще в ПАМах здесь основа идет членное маточное молочко и различные пошли травы. Не буду перечислять, их очень много. И ПАМ, это сергетик третьего поколения, это такие, сейчас открою, такие вот пузыречки, капельки, их нужно капать под язык. Разные есть направления, есть противофиброзные, гинекологические, женские, почечные, по-моему, да, почечные я пила. И вот этот вот 7900 я покупаю для того, чтобы при первых признаках простуды под язык капать, для профилактики, например, если побывали в каком-то большом скоплении людей, там, все чихали, кашляли, там, я ехала в метро, я смотрю, у меня люди стоят с платками, кто-то чихает, кто-то закашлялся. Я думаю, ну так, все, я на меня, вот так вот вокруг меня собрались, мне это совершенно не нужно. Так, вот такой тоже бальзам взяла для растирания пихтовыми, 97% нейтральных ингредиентов. Опять-таки, чтобы был, потому что, когда кинешься, потом куда ехать? Вот такой вот бальзамчик. Что здесь в этом бальзамчике? Так, да, надежный помощник при простуде, при охлаждении, предназначенный для прогревания кожи, пихтовая живица, здесь красный перец, стоит, он будет гореть немножко, прогревать, оказывает разогревающее действие. Комплекс эфирных маслов, экстракт сибирских растений, помогает защититься от негативного действия в крошечных средств, что особенно актуально в период межсезонья. То есть нужно просто втирать массажными движениями область грудной клетки, избегая молочных желез и подмышек, и тепло одеться. То есть он разогревает, ну, когда, а вот, растереть хорошо, при простудах различных. То есть когда-то, раз он разогревающий, иначе нужно, когда нет температуры, я так понимаю. Так, взяла себе попробовать вот такой дезодорант. Дезодорант для тела с гидролатом лаванды и шалфея. Немножечко такой, какой-то сладковатый аромат. Не помню, что он мне напоминает какой-то, знаете, мне кажется, какой-то березовый сок, что ли. Что-то такое мне напоминает по аромату. Вкусненько. Опять-таки это серия НДМК, соответственно, здесь содержится... Эндемичные сибирские растения. Вот так. Тут ничего не написано, вот, взяла попробовать. Есть еще такой розовенький, он написан женский, а этот считается как унисекс. То есть можно и мужским, и мужчинам, и женщинам с борцом. И взяла, не смогла устоять, взяла батончики. Батончики лежали на кассе, я их решила взять. Так, это батончик кокос с кальцием. Протеин кокосовая стружка. Это не очень-очень вкусный, поэтому взяла. Так, этот у нас протеин апельсиновый сок, натуральный витамин Д3. Банана-бар со вкусом вишну-банан. В общем, тут что-то все на свете, да? Солнечным витамином... А, Д2. Витамин Д2. И вот этот вот у нас супер антиоксидант и токс-батончик со вкусом манго. Протеин натуральный манго, астаксантин. Такие батончики. Читала, вернее, слушала, смотрела, девочки рассказывали, что они очень питательны, очень сыты и очень-очень вкусны. Взяла вот какие были по одному, попробовала, посмотреть, потом, может быть, возьму в большем количестве. Прочитаю, что здесь написано. Смотрите, вот это на антиоксидантном батончик с натуральным астаксантином из мазких водорослей. Дает вкусную и аппетитную защиту от свободных радикалов токсинов. Высококачественный протеин обеспечит организм белком. Сушеная манго добавит медленных углеводов. Сделает батончик полезной альтернативой привычным сладостям. Вот. Такой батончик. Попробую, потом уже расскажу. Наверное, это будет то, что на выброску, да? То, что пустые баночки, коробочки. Буду уже там рассказывать, делиться. Собственно говоря, все. Вот такой небольшой заказ. Пакетик у меня остается. Красивый. До заказ. На то, что потребуется. Ну, может быть, даже не потребуется. Я надеюсь, что, может быть, эти всякие бальзамочки для растирания не пригодятся. Ну, а вдруг. Поэтому я взяла, чтобы не бежать. Если у вас есть какие-то вопросы, что-то, может быть, интересно более подробно рассказать, пишите. Оставлю. Здесь можно в комментариях писать. Можно писать, наверное, напрямую в Телеграм. Оставлю ссылку на Телеграм. Там удобнее. Можно рассказать голосом. Расскажу, объясню, покажу. И так далее. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам красоты. Крепкого сибирского здоровья. До скорых встреч. Пока-пока. Продолжение следует.